Уметь задавать вопросы и уметь просить помощи. Как развивался женский бизнес в период пандемии? Историями из жизни поделились ульяновские бизнесвумен на одноименной площадке на съезде лидеров опоры России. Своё дело в регионе представительницам прекрасного пола помогают открыть такие проекты, как «Мама-предприниматель», «Академия женского бизнеса» и «Соцконтракт». Непростой для бизнеса период владелец собственного дела также не оставили без помощи. То есть как две такие меры поддержки, где женщина может пройти обучение, открыть свой бизнес и дальше влезти из женского комитета, получить поддержку. Мы и помогаем, и обучаем, и направляем. Поэтому вот экосистема женского бизнеса очень хорошо развита в нашем регионе. Действительно бизнес очень много времени отнимает, но наши российские женщины умеют быть умницами, красавицами, вести свой бизнес абсолютно полноценно и не забывать про себя. Поэтому я думаю, что женский бизнес, он даже после пандемии будет расти и разрастаться. Женщины пандемии не остановят. Для предпринимательниц также действует специальная программа льготного финансирования, организованная каворкинг-площадки. Именно от бизнеса общества зависит экономическое развитие страны и региона в частности. Поэтому необходимо создать комфортные условия для развития отрасли и научиться выстраивать диалог с предпринимателями. Такой прямой диалог, некая балансовая комиссия, где есть возможность любому предпринимателю задать обычные простые вопросы к вышеуказанным, вышеупомянутым органам. Ну и куда мы дальше двигаемся, как мы будем работать в формирующейся новой команде, в том числе и региона. Основной повесткой на съезде стал вопрос взаимоотношения власти с предпринимательством. Бизнесмены считают, что представители их сообщества должны работать и в законодательной, и в исполнительной власти. И только они понимают, какая поддержка поможет восстановиться после затяжной пандемии. В рамках работы съезда несколько инициатив подобных от бизнеса тоже планируется к поддержке на территории региона. Ну, в частности, все, что связано с контролем надзором, выработка предложений по увлечению в молодежное предпринимательство, поддержки экспортно-ориентированных предприятий и ряда других. Например, кейсов предпринимателей нашей опоры России как раз и готовится предложение по изменению и вообще формулированию мер государственной поддержки. На данный момент в Ульяновской области зарегистрировано 15 тысяч бизнесвумен.